Строить спутники нужны рабочие руки. В Самаре предложили вакансии на любой вкус на заключительной в этом году специализированной ярмарке. Участие в ней приняли десятки предприятий и сотни тех, кто ищет работу своей мечты. Рынок труда оценил Евгений Солей. В прошлом сотрудник военкомата, а ныне безработная Елена Козлова, пришла на ярмарку вакансий в приподнятом настроении. Женщина попала под сокращение полгода назад и с тех пор в поиски. Задача трудоустроиться до Нового года. Люди что-то хотят для себя другого, может быть, но никто не хочет похотисеть. Все хотят сидеть в кабинетах, правильно согласитесь, ищут, может быть, что-то такое для себя неземное. Хотя работы много, работать надо, и работа есть, и для нашей молодежи работа есть, и было бы желание. Только в общегородской базе центра занятости населения 15,5 тысяч вакансий. Найти себе применение можно в самых разных сферах деятельности. Мы пригласили более 70 представителей предприятий различных сфер. То есть это и промышленность, производство, строительство, и сфера услуг, гостиничный, ресторанный бизнес. То есть наиболее обширное количество предприятий мы пригласили на эту ярмарку. Для тех, кто хочет открыть собственное дело, на мероприятие организовали бесплатный мастер-класс. Самые интересные бизнесы открываются без весомых стартовых капиталов. То есть он нужен, но не обязательно в денежной форме. То есть это голова, прежде всего, да, это руки, которые что-то могут. И голова, и руки иногда очень интересные бизнесы открывают люди. Чаще всего бизнес открывают в сфере услуг. Для тех, кто еще не готов отправиться в свободное плавание, в центре занятости есть программа переобучения. Освоить новую специальность никогда не поздно. Состав безработных за последний год существенно не изменился. Более половины уволились по собственному желанию. Пятая часть по причине сокращения штатов. 9% по соглашению сторон. За сухими цифрами статистики человеческие судьбы и надежды найти себе новую работу по душе. С особой категорией так называемых хронических безработных на ярмарке работали психологи. Доля тех, кто сидит без дела больше года, 8% от общей массы. Но шанс, уверяют организаторы, заключительные в этом году ярмарки вакансий есть у каждого. Евгений Салий, Александр Каракулько. Новости губернии.